Брээ! Всем привет, с вами Рики! И сегодня в Майнкрафте я вам буду рассказывать про ТНТ-пушки, как я придумал пушку, которая стреляет прямо, и как её сделать. Что ж, присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра! Переносимся на 4 года назад. Мы видим ужасный танк со странной обсидиановой пушкой, которая чуть ли не равна половине танка. Итак, вот мы видим манекен, который изображает меня, и, конечно же, саму пушку. В пушке находится 7 толкающих раздатчиков, которые сделают толкающий динамит, и вот они, кстати, 3 снаряда раздатчика, которые делают снарядный динамит соответственно. Здесь раздатчики напичканы динамитом и готовы к стрельбе. Итак, произведём саму стрельбу. Нажимаем на рычаг и смотрим. К сожалению, пушка взорвалась. Да, такая судьба была и у моего первого прототипа. Он не должен до наших дней, ведь он был потерян в коде. К сожалению. Многие из вас уже, наверное, догадались, почему произошёл взрыв. Это очень тупая ошибка. Если кто-то из вас ещё не догадался, то это странно, но я просто забыл поставить в воду. Пушек в Майнкрафте может быть много. Но остановимся мы на варианте, который заряжен динамитом и стреляет динамитом. Итак, для того, чтобы динамит полетел, его нужно толкнуть. Это и выполняет функцию толкающий динамит. Снарядный динамит, он толкается и летит вперёд. Соответственно, производит взрыв. Это достаточно простая схема, на которой можно построить многие динамитные пушки. Даже те, которые ещё никем не были построены. Итак, прямо сейчас, когда я завершаю строительство танка, я расскажу и покажу, как построить похожую пушку, но уже более модифицированную, которая будет стрелять не тремя снарядами, а целых девятью. Итак, как вы видите, танк я уже построил. А это значит, что можно приступить к строительству самой пушки. Начнём строительство пушки с построения её основы. Основа построена. Теперь нам нужно приступить к технической части. Ставим ровно 7 раздатчиков. Позже я объясню, зачем это нужно. Ровно 7 штук. Поставлено. Теперь нам нужно достроить основу. Основа достроена. Теперь в выделенный блок нам нужно поставить бедро воды. Сделано. Теперь нам нужно достроить часть конструкции. Эта часть конструкции будет отвечать за то, чтобы динамиты не выползали куда не нужно и отдавали свою силу снарядам динамитам. Кстати, о них. Сейчас я построю их раздатчики. Я построю их 9 штук. Но вы можете построить сколько душе угодно. Но имейте ввиду, после определенного количества раздатчиков динамит будет оставаться. И это приведёт к поломке конструкции. Поэтому я рекомендую свою первую пушку строить из обсидиана, для того, чтобы ремонтировать её было легче. Итак. Как вы видите, я поставил практически всё, что нужно. Теперь приступим к другой части. К редстоуновой. Сейчас мне нужно немного достроить конструкцию. И мы приступим к созданию части редстоуновой. Готово. Теперь нам нужно приступить к редстоуновой части. Берём редстоун и повторитель. И рычаг. Итак. Ставим редстоун, как показано на видео. Теперь нам нужно поставить в этом месте рычаг. И повторители. Повторителей можете ставить сколько угодно. Но имейте в виду, то, что слишком маленькое количество повторителей может влиять на задержку, и слишком большое количество повторителей тоже влияет на задержку. Вся задержка это очень важно. Потому что слишком маленькая задержка может привести к тому, что динамит ответит на два блока пушки и взорвётся. А слишком большая задержка может привести к тому, что динамит не взорвется. Точнее, не взорвется в нужный тайминг и взорвет саму пушку. Итак, проводим редстоун к снарядным динамитам. Готово. Конструкция, в принципе, готова. Теперь нужно ее проверить. Как вы видите, она работает. Но задержку нужно подрегулировать. Готово. Теперь проверяем в последний раз и приступаем к перезарядке. Задержка отличная. Теперь приступаем к перезарядке. Пушка успешно заряжена. Теперь, я думаю, стоит проверить ее в действии. Как вы видите, взрыв произошел и динамит успешно улетел. Пушка не взорвана, а динамит сделал три кратера. Это достаточно неплохой результат для данной пушки. Конечно, он может быть и лучше, но это уже разные модификации. Я думаю, тема отдельного видео. Итак, как вы видите, пушка получила достаточно мощное. Я считаю. Она стреляет девятью динамитами и при этом стреляет и достаточно далеко. Та конструкция, которая была построена, она достаточно надежная. Но, если вы будете ее неаккуратно использовать, то к взрыву это все-таки приведет. Я убедился на личном опыте. Давайте я покажу такой случай. Для этого нужно нажать на рычаг два раза подряд. Конечно, это не стопроцентная вероятность взрыва. Как вы видите, все прошло успешно и пушка успешно выстрелила. Но, в некоторых случаях, если она возьмет слишком много, то может произойти поломка и пушка взорвется. Поэтому я так делать не рекомендую. Если вам не нравится мощность данной пушки, то вы всегда можете ее подрегулировать. Как? Просто уменьшается количество раздатчиков. Выводящих. Отлично. Теперь у нас всего лишь шесть снарядов будет. Попробуем. И выстрел. Пушка успешно выстрелила. Снаряды успешно долетели. Пушка не взорвана. Все нормально. Как вы видите, пушка можно регулировать. И она будет оставаться все такой же хорошей. Но имейте ввиду, что всему есть предел. И после определенной степени модификации она взорвется. Как вы видите, пушка получилась. Я надеюсь, она вам понравилась. Вот и видео подходит к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. И вам захочется. Видеть подобное видео. Я их иногда время от времени буду выпускать. Если вы захотите вторую часть данного видео, то пишите в комментариях. А с вами был я, Рики. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok.